здравствуйте всем дорогие рукодельницы рукодельники меня зовут Эльера Кузина и я хотела бы рассказать о том как я вышиваю картину golden kite которая называется московский дворик написал ее Василий Поленов она висит в Третьяковской галерее и натолкнула меня вот от нее веет каким-то теплом и детством потому что репродукция этой картины висела у меня всегда на моей кровати и когда я увидела на сайте что есть такая вышивка я нисколько не сомневаясь заказала ее начала я ее вышивать 3 января 2015 года сегодня у нас 3 декабря 2017 года то есть практически через месяц будет ровно три года я как я пришла к вышивке сначала я купила буквально какую-то открыточку 8 на 9 я ее отшила потом отшила одну картину dimension и одну картину корейской фирмы и да мне знаю как правильно и потом понял что я достаточно опыта да и почему мне не замахнуться скажем так на вильяма golden kite заказала себе эту картину сказать что она большая конечно ничего не сказать начале у меня был страх вот но потом на самом деле я подумала что какая разница что я вышиваю несколько маленьких или одну эту большую шаг за шагом крестик за крестиком устраиваю моя вышивка ну я не хочу сказать что она идеальная конечно тут очень много косяков и с которыми бы я хотела поделиться с вами девочки мои и оградить вас возможно от этих ошибок которые сделала я ну во первых что и как я вышивала неправильно во первых я вышивала четко я брала два листа и у меня были четкие границы вот я думаю что они просматриваются вот видите вот вот эта граница еще вот на доме и на траве не очень а вот там где небо это граница она прямо очень сильно бросается в глаза я сейчас вот покажу так вот первое не знаю видно или нет вот 2 вот 3 начало в начале я где-то вот тут у нас середина и обычно на всех вышивках пишут что начинать надо середины ну я естественно сейчас пожалуйста только не смейтесь да я ее заправила в пяльце и начала вышивать середины как собственно и рекомендуют все производители потом я поняла что я не смогу справиться с таким обилием цвета с таким количеством разных ниток бленды моно то есть для меня это ну конечно в dimensions были двойные цвета но не в таком объеме как в golden kite поэтому я плюнула все запялила а вот этот вот крайний левый угол и спокойненько начала вышивать себе на пяльцах небо таким образом я вышивала почти три года до три года я вышивала эту работу на пяльцах она мне совершенно не перекосилась ничего с ней не произошло но два большие но во-первых она грязная я не знаю видно вам это или нет поскольку дочка моя занимается спортом не приходилось очень много времени проводить спортзалах в раздевалках в машине и так далее а сидеть без дела я совершенно не выношу поэтому я вышивала там я не знаю видно или нет ну вот например вот от пялец вот грязный след вот ну и естественно я же их меняла то есть опускалась вниз поэтому вот происходило такое дело в этом году я поняла что все так жить больше нельзя потому что когда я запялила вот эту часть левая просто вот на самом деле у меня уже начала не иметь рука видимо от того что уже отшито практически половина и вот эта левая часть она меня просто пересиливала вот и перевешивала и левая рука у меня просто немело и я не понимала сначала почему потом для меня дошло что да возможно это из-за работы и в общем то в этом году муж уже пожалел меня слышишь ты мучаешься давай мы тебе купим станок собственно говоря я заказала у меня у серёги мастера обзор если захотите сделаю в следующем видео собственно говоря сейчас на станок у меня представлена камера поскольку я вообще не знаю как ее закреплять вот какими-то резинками тут приспособилась но мне самое главное просто вот показать процесс я хотела на самом деле поговорить еще вот о чем как я организовывала этот процесс вышивки и какие ошибки вот я уже сказала что из-за того что я четко вышивала по листам у меня есть вот эти вертикальные линии почему это происходит ну теперь уже я это понимаю потому что я иду сюда вышиваю крестики потом возвращаюсь обратно снова иду снова возвращаюсь обратно и сюда я приду только в лучшем случае через год потому что это другая вертикальная строка другой вертикальный столбик и эти нитки они уже пойдут слева вправо то есть здесь у меня ничего не будет не перекрещиваться не перепутываться и на самом деле я хотела пойти под углом но когда идешь под углом происходит девочки то же самое поэтому ни в коем случае так не делайте только вот такой вот рубленый край вот этот край он должен быть вот таким вот зубчатым не обязательно вот прямо ровненький треугольничек можно и по 2 петельки по 3 но он должен быть рваным и тогда у вас не будет вот этой четкой границы это вот первая ошибка с которой я хотела поделиться или предостеречь вас мои дорогие рукодельницы и рукодельники от таких ошибок которые сделала я но я надеюсь все таки что я постираю от пару хотя меня убеждают том что после опаривания это различие будет еще сильнее проявляться но я думаю что никто не будет приглядываться никто не будет так рассматривать а если что вы расскажу но эта картина да это видимо как от полотна ну что-то скажу что-то придумаю ну а если нет просто в конце концов это моя четвертая работа в жизни вообще вышивание поэтому для меня это нормально я хотела бы рассказать немножко как я вышиваю как и организовала свой процесс вот на начальных этапах вначале я но и сейчас вот я посмотрела уже golden кайт продает так когда покупала я такого не было я сама разделила разлиновала то есть откопировала разлиновала всю схему это у меня черно-белая а еще есть у меня цветная соответственно та которая была мне прислана от компании бонбон вот таким вот образом я разлиновала прочертила чтобы понимать где я нахожусь и примерно в каком месте я вышиваю и какой кусочек ну нибудь никого пугать пачками вот так вот выглядит вся картина я тут оставлю и никого давайте не удивлю вот такая пачка 108 листов была мне прислана по почте я ее не трогала я ее откопировала потому что я считала что оригинал должен остаться нетронутым я могу отшивать и на копию поэтому я скопировала разделила их по рядам соответственно и вышивала но девочки конечно по цветам ни о какой парковке речи быть и не могло вот то есть я намечала нужные мне цвета желтым цветом предположим а потом когда уже отшивала красивый синим и у меня получался зеленый если я что-то забывала или пропускала я это обводила гелевой ручкой если что-то еще раз там что-то нужно было обратить внимание и я применяла розовый маркер ну я не знала меня парковка вообще пугала я посмотрела и я поняла что нет это что-то ужасно это такое сверх естественно сверх совершенно что я не получится у меня я так не смогу поэтому я вышивала по цветам вот буквально вот три недели назад ко мне вот после того как мне муж купил этот станок и я решила вышивать парковкой пока что довольно но я к этому верну сейчас я хотела бы рассказать о том как у меня хранятся нитки как я вышиваю и как я их развешиваю на органайзере картина моя по размеру 608 крестиков ширину составляет и 499 крестиков высоту если вы обратили внимание вот я вышиваю по два листа то есть я беру положим сейчас я так это у меня четвертым вертикальному ряду 46 лист это середина вот соответственно вот то есть я беру два листа и их вышиваю вместе а третий лист у меня получается он рваный и я вот его так разве новую чтобы примерно но это не значит что я прямо буду вот 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 прямо вот соответствовать но по крайней мере более-менее к этим зубцам чтобы не было вертикальной линии чтобы не было вот таких разрывов и четких потом вертикальных темных полос на вышитом полотне поэтому надо вышивать вот только так и никак не иначе то что я иду вот по два листа и видно здесь то есть вот у меня сейчас четвертый ряд соответственно это я отшиваю я вычеркиваю и приступаю к следующему ряду теперь я хотела бы рассказать как я храню нитки я для хранения купила органайзеры папа и что я сделала мне очень сложно было с нумерации они все белые и как не перепутаться я извиняюсь за то что я фуршу но я потеряла свою подсказочку где у меня находятся нитки так называемый ключ ладно я думаю что я сейчас до него дойду к нему дойду расскажу тогда пока вам вот у всех есть сколько нужно не так я рассчитала сколько нужно не так и вот в зависимости от того где и когда я покупала на повторюсь еще раз что вышивать я начала 3 января 2015 года и хочу сказать что эта дата она не была выбрана случайно как бы я по фэн-шую попыталась надо зайти есть в интернете лунный календарь просто набирайте когда лучше начать вышивку это очень важно потому что неспроста и на руси и вообще и в китае по фэн-шую всегда чтобы звезды сошлись есть такое выражение поэтому я считаю когда предстоит такая грандиозная работа надо подготовиться организация прежде всего должен быть план поэтому я конечно рассчитала когда я должна начать и вот там было написано что вот нужно было в этот лунный день я рассчитала какой лунный день лучше и начала я именно 3 января дальше я рассчитала количество нитей сколько нужно было сначала я вообще рассчитал и думала буду покупать по одному листу но это так муторно потому что я началась середины там участвовали практически все нитки поэтому я пошла и тупо купил их просто по одному моточку всех ниточек а потом когда они уже начали заканчиваться я более менее поняла каким образом я трачу насколько быстро насколько действительно много мне потребуется и я уже начала то есть вот соответственно вот если понадобится девять тысяч шестьсот девяносто восемь в матке у нас восемь метров то это соответственно минимум сколько получается 11 вот я их 11 купила вот потом уже докупала когда чтобы ну по кошельку не била потому что если сразу купить нитки я думаю это тысяч на двадцать не меньше получится его может быть и больше вот поэтому я покупала так по чуть-чуть отшила сходила отшила сходила но опять же хочу предупредить девочки это касается когда идет многоцветный яркий узор или темный вот что касается моего неба вот вы представьте если бы я покупала производитель ну поменял бы там на 3 тонны цвет поэтому я купила голубой цвет я знаю там идет всего по моему 6 цветов перемешаны поэтому я их купила много но мы вернемся уже к ниткам сейчас я хочу показать вам что я сделала органа нитки на органайзерах и я закрепила точно так же как они идут по ключу ни в коем случае я не стала их перемешивать по удобству то есть как вот рекомендую то тоже наташа которую я обожаю она там вот ей удобно так цветы мне так неудобно мне очень важно чтобы совпадала нумерация то есть 223 224 видите тонн затем 317 и так далее то есть они идут на увеличение но когда вот эти четыре бандура лежат не поймешь с какой стороны к ним подходить чуб такой придумать и что я сделала тут дочку у меня рисует на цветной бумаге я забрала у нее эту цветную бумагу которую была куплена в икеа и просто на цветных бумажках распечатала вот эти вкладыши вкладыши я взяла на сайте золотая ru вот и я их там прямо есть а уже символы эти подходящие golden kite и я распечатал их на разных бумажках на оранжевый на голубой на зеленый и мне теперь вообще не надо думать я знаю что с 1 по 50 символ у меня белый что 51 по 100 символ у меня голубой я знаю что 101 и 150 у меня оранжевый ну и соответственно последние 51 и 200 это у меня зеленый так вверх ногами в шапке я и ходила по совету наташи она говорит медицинский а тут я захожу в дождь у меня там целая упаковка шапочек привезенных и купленных для гостей я просто их распечатала и пожалуйста мне очень удобно все прозрачно и шершит теперь точно также я раскрасила и ключ чтобы мне было удобно искать то есть вот здесь вот если с 1 по 50 у меня идет белая то здесь у меня идет белый по ключу дальше видите с 51 у меня начинается голубая и я просто маркером пометила голубой цвет соответственно этот лист если вдруг мне нужно я практически уже все помню но здесь он у меня голубой и подписан что он у меня голубой дальше он меня заканчивается вот он голубой это у меня а это вот именно по порядку как они вообще идут если считать все а это по моему не знаю как уже забыла давно это делала важно что вот видите и вот эти вот символы они помечены оранжевым ну и соответственно это у меня тоже оранжевая вот и мне не нужно я уже то есть смотрю и я уже знаю как органайзер мне брать мне не нужно там считать переворачивать и я вижу теперь вот на примере оранжевого органайзера я хотела бы поделиться каким образом я распределяю нити вот обратите внимание как хранятся мои иголки я их не втыкаю вот так вот сверху как нарисован у производителя пока они у меня просто вот таким вот образом зацеплены они легко вот вставляются вот просто вот туда и все и ничего не нужно и они остаются целые далее я хотела бы обратить ваше внимание каким образом я сделала градацию вот предположим возьмем вот этот крестик здесь ниточка не вижу там видно или нет поэтому я извиняюсь если не видно меня со зрением тоже как-то попробую ну не хочет ну и неважно я вам расскажу что тут написано и как это делать а вы уже попробуйте вот предположим значок x крест здесь номер видите распечатаны номера 371 и 407 371 у меня подчеркнут значит этот номер вот здесь вот на на будет он висеть на беленькой а на иголочке будет висеть уже значок x то есть на ней соответственно будет 371 и 407 если вот как на этом номере вот палочка вертикальная не знаю тут 413 502 но ни того ни другого цвета здесь не висит то есть здесь просто будет висеть два цвета взятых откуда-то из соседних окон этого органайзера если вдруг что-то я непонятно объясняю я постараюсь следующем видео прямо подробно рассказать об этом но я думаю что здесь все понятно с белым то точно все понятно там практически идут моно цвета то есть тут понятно что раз 223 тонны 223 все вот начинаются уже разброс у меня вот с этого вот например у меня видите он 1 и 747 то есть один вот он обведенный значит он здесь на этом символе то есть это у меня и парковушка и хранение ниток то которое нам нужно нитки я отрезаю только одну пасмачку беру то есть мне больше не нужно я не люблю когда они там путают цикуляция или поэтому мне не сложно еще раз отмотать и накрепить вот с нитками тоже я сначала от балды у меня была какая-то длина вообще непонятная это отрезалась то не хватало потом я поняла четко я сейчас у меня прямо на моем станке снизу отмечено 80 сантиметров и у меня четко идет каждая нитка по 80 сантиметров то есть если это моно я ее складываю пополам и соответственно так и креплюсь конве а если это бленды то вот опять же спасибо натальюшки и она научила меня не переворачивая танка закрепляться это вообще так это мне помогло так мне спасло и мне теперь так интересно вышивать стала как я храню свои нитки хотела бы сейчас рассказать значит нитки используются по-разному и используются в разных количествах поэтому те которые нужны часто и много 10 моточков 8 моточков чтобы их не перематывать на бобинки я вот сложила это кто-то мне подарил не кто-то но моя хорошая знакома подарила мне сумочку dmc что ли там вот этот вкладыш был и он меня сейчас так спасает вот они у меня все уже прямо на косточках здесь есть я вижу какие нитки те которые один ну там максимум может быть 2 2 1 2 моточка требуется я просто перемотала вот сложила я так ни у кого не видела всех как-то наоборот а мне так удобно я не знаю здесь у меня вот на 300 здесь на 400 здесь у меня на 500 вот на 500 у меня два окошечка вот и вот таким вот образом они у меня все хранятся здесь те нитки которые могут понадобиться ну там двух экземпляров трех менее трех или просто запасные и я купила в икее вот такие вот пакетики просто обычной резиночкой перемотала и вот здесь у меня все видно что это вот на 500 123 здесь у меня на 600 и соответственно вот так вот они у меня прямо здесь лежат эти вот на 700 на 930 четырехзначное число там 38 тут соответственно на 37 это на 38 и да все те которых много они у меня хранятся в других коробочках я сейчас покажу вот голубого цвета у меня много вот они у меня хранятся все в одном вот таком мешочке тут буквально что-то 2 наверно цвета два белых два голубых но их много поэтому я их отсюда вынимаю и уже перекладываю в тот органайзер вот где они на косточках те которые может быть понадобятся знаете там есть 23 сантиметра 4 сантиметра то я себя пасмочку то отрезала одно они висят но мало ли вдруг когда-нибудь пригодятся вот они просто у меня тут лежат коробочки этот конфет детеныш ел я у меня конфисковала вот так вот у меня хранятся нитки я тоже так не хотела большое видео дочку мне сказала ни в коем случае не делай большое его никто не будет смотреть поэтому не знаю сколько минут получилось наверное сумбурно рассказал ах да я еще хочу сказать есть такие нитки вот особенно голубые они так махрятся так пушатся невозможно какой выход из положения нашла я и я купила и когда начинает пушиться то есть я вот этим воском ниточку протираю она приклеивается уже она не перекручивается ничего да она становится светлее она становится такая как бы в мыле но зато ложится все хорошо и я надеюсь что когда я отстираю все будет хорошо вот еще у меня есть магнитный держатель схем фирмы пока в принципе я его никуда не прикрепляю он мне рядом но он очень удобен когда особенно раньше вышивала на коленках а пол картины как вы помните я вышила именно на коленках то есть на левой коленке у меня лежала вот эта схема а на правой вот пяльце мне было очень удобно здесь очень мощные магниты вот здесь у меня нет ковдеватель иголочки иголочки